По льду скользят гранитные снаряды. Самое важное – попасть в дом. Участники первенства округа по керлингу предлагают все усилия для этого. Необходимо правильно бросить камень и расчистить путь специальной щеткой. Юноши и девушки до 19 лет придумали оригинальные названия своим командам – «Комета», «Лотос», «Баблгам», «Астероид». В команде у нас по четыре человека. Они играют по четыре энда, небольшие такие соревнования. Как обычно, восемь эндов. У нас тут по четыре энда сделано. Всего у нас получилось семь команд. Из них две команды мальчиков. Они играют по полному энду, по полной игре. Количество воспитанников секции керлинга в Уссурийске растет с каждой неделей. Некоторые спортсмены впервые на соревнованиях. Участницы команды «Звездочки» провели дебютную игру на первенстве округа. Мы сейчас проиграли, но в будущем мы будем стараться, чтобы у нас получилось. У нас были соперники, которые занимаются больше нас. Они выиграли, потому что они выбили на шкаф. На льду как менее, так и более опытные спортсмены. Марк Филатов и Роман Шевченко – участники международных игр «Дети Приморья». По результатам жеребьевки у Сурицы попали в группу с сильнейшими составами. Это незабываемый опыт. Мы встретились с сложными соперниками, такими как Китай, Хабаровск и Сахалин. К сожалению, всеми проиграли, но мы были достойными соперниками. Какая игра больше всего запомнилась там? Больше всего с Китаем, потому что она была классная. И там у нас был шанс победить. После целого дня напряженных игр определили лучших спортсменов. Среди девушек золото досталось команде «Комета». Серебро у состава «Лотос». На третьей ступени пьедестала «Баблгам». В дуэли двух юношеских объединений победил астероид. Полина Мельниченко, Романа Донин, Телемикс.